Всем привет! Это Деви. Сегодня это будет мой первый опыт комментирования самостоятельно без моего друга Хелпа. Хелп погряз в Вархаммере. Но мне придется одному комментировать матчи турниров по Риму 2. Сегодня я представлю вам мой бой на турнире Used and Used по Риму 2. Это по-моему 1.16 финал и это мой финальный третий бой с игроком клана SH Swagwald. Я на этот бой взял Эпир, он взял и Ценов. Давайте пройдемся по составам. Я сразу скажу, я решил кайтить в этом бою. То есть, соответственно, из этого состав. То есть, в первой линии у меня 4 Гаплита и 2 Сомницких Война. А за ними стоит 7 Стрелков. Это 6 Прачников и 1 Лучник. Ну и третьей линией это стоит куча Фессалийской ударной кавалерии. И генерал это Элинская Королевская Царская Гвардия. Тоже ударная кавалерия. Что Зайценов взял с Ваглолд? Зайценов тут в первой линии мы видим... Кстати, видно, что у него армия разделена на таких 3 части. Это 2 фланга и центр. Что он взял для первой линии у него? Как обычно, это крестьяне-новобранцы, которые имитают дротики. И спирбент. Сзади это подкреплено у него бретонскими слингерами, прачниками. В пехотной второй линии у него стоит, естественно, куча имбовых, варварских мечей. Это Чузен Свордбенд на флангах, я так понимаю. И по центру это элитные мечи. Это Heroic Nobles. За ними стоит у него... Взял он только 4 кавалерии. Ветеран Райдерс. Да, все они. И вот еще в резерве у него еще здесь почему-то один меч. Это вот раскрашенные. Мечей он по максимуму взял. Турнир позволяет взять 8 мечей, 14 пехот, что он и сделал. Ну и здесь он, я так понимаю, не ожидал, конечно, увидеть от меня кайтинговую армию за Эпир. Но давайте посмотрим, как это все развернется. Вначале он, конечно, встал и думает, что ему с этим счастьем-то всем делать. Я разделяю армию на две части. Вообще, недавно, то есть, я в Брин-2 играю так серьезно, можно сказать, всего лишь один месяц. Я понял, что по сравнению с Атилой, в Риме карты больше. И здесь, допустим, кайтинговую армию загнать гораздо сложнее. Практически невозможно из-за размера карты. То есть, если мы отдалим, вот красная линия, где у нас? Вот, то есть, здесь сколько места остается, и здесь сколько места остается. То есть, вот это все мне я могу пробегать. То есть, в Атиле можно растянуть армию практически от края до края. А здесь, в Риме, вот он вот так только может перекрыть. Ну, то есть, он пока вначале не знает, что ему делать. То есть, а я развиваю армию на две части, чтобы удобнее было убегать. То есть, что по флангам можно проскочить было и кайтить. Вот он думает. Я, между тем, выстраиваясь под углом, я хочу начать расстреливать его прачников. У него здесь два прачника, это фактически. Вообще, для меня угрозу представляют здесь шесть юнитов. Это четыре кавалерийских юнитов и его два прачника, которые могут покоцать моих стрелков. А стрелки мне нужны целыми, чтобы расстреливать всю этот спам пехоты из четырнадцати юнитов. В рукопашную, как вы сами понимаете, я ничего не смогу сделать. У меня всего шесть рукопашных юнитов. Ну и ударка, конечно. У него этого, конечно, недостаточно. Ну, сейчас посмотрим. Вот он пошел, зачем-то разделяет он армию на три части. Наверное, хочет меня охватить как-то. Вот этой частью пошел он вперед. Я здесь, конечно, мне надо бы отходить. Не нужно мне в бой вступать. Здесь он меня пытается охватить. То есть, видимо, хочет зайти вот так вот, а потом пробить центром. Я тут начал передвижение. А, нет, я решил... Наверное, сейчас я решил пробить ударной кавалерию. Наверное, не надо было мне это делать. Надо было просто отходить и стрелять. И тут же выхвативая дротики, конечно, теряет весолика много на пилумах. Но, тем не менее, сразу сливаю я ему копья. Сразу на помощь бросаю пехоту, чтобы вытянуть без потерь свою кавалерию. Но, конечно, тут она очень много потеряла. Видимо, пол юнита. Чисто с пилумов, я так понимаю. Здесь он стоит. Не может он контролировать. Контроли, конечно, три части армии. Это очень сложно. Я, между тем, пострелять решил его прачников. Ничего не делается. Вот, двинулся этот фланг. Пошел он. Видимо, продолжает этот обходной маневр. Вот этой части, да, как я и говорил, лежит пробьешь. Пытается окружить, не дать мне отходить. Но я не собираюсь с ним в бой вступать. Я сейчас буду отходить назад. То есть, я буду назад отпятиться. А нет, он не решил не дать мне это сделать, ударив кавой. И, между тем, он очень грамотно это делает, обходит. Ну, здесь он, конечно, подставить свою кавалерию может. Ему надо беречь кавалерию. У него их всего четыре. Аначе он потом нечем будет догонять моих стрелков. Здесь тоже вот он кавалерия с кавалерией сходится. Ну, у меня там остаток, который вот очень сильно просажен пилумами. Здесь я решаю ударить по его копейщикам. И отвожу, отвожу свою армию потихоньку. Мне, конечно, очень важно уничтожить всю его кавалерию. Ему очень важно ее сохранить. Вот он бежит на помощь копьями, чтобы поддержать свою кавалерию. Здесь идет расстрел генерала. Я притормозил гаплитами продвижение. Еще один натиск кавалерии на этом фланге. Увожу я от греха подальше моих стрелков. Здесь я буду пытаться пробить ударкой по его стрелкам. Здесь он, видите, вот сейчас огрызком кавалерии хочет дотянуться до моих стрелков. Ну, я здесь реагирую своим генералом. Между тем, на этом фланге вот он добрал... Я добрался до его кавалерии. Он на помощь пытался послать копейщиков, но они выхватывают от ударки. Мне нужно уводить ударку. Увожу я ее вот в эту вот щель. Ну, нет, зацепляется она. Все равно увожу. Здесь мне добраться не удалось до стрелков, потому что подвел он копейщиков, чтобы защитить достаточно грамотно. Он действует. Единственное, конечно, вот тут ему нужно было... А, нет, здесь он не может вытащить. Здесь я его ударкой повязал к кавалерию. Вот одну кавалерию я уничтожил. Мне уже легче. Он две кавалерии уже потерял. У него осталось вот так отгрызок этого и отгрызок этого. То есть мне нужно уничтожить две кавалерии. Но между тем, он смог помять моих стрелков тем натиском к кавалерии. Вот я пытаюсь пробиться к его стрелкам своей ударкой. И зацепляюсь, зацепляюсь. Хорошо он перехватывает. Конечно, ошибку я делаю тут. Трачу свою ударку. Она тает на глазах. Но между тем, здесь, кажется, скорее всего, смогу дотянуться до этого огрызка. Последний это огрызок. Вот два огрызка осталось. Здесь он натиск в спину ударил. Его средним мячом. Сейчас ударю опять по копейщикам. Этой ударкой действую. Ага, вот видите, защищает. Молодец, хорошо защищает кавалерию свою. Ну, здесь, конечно, она под стрелками. Этот огрызок сейчас сольется. Ну, нет, смотрите, молодец. Хорошо он бережет. Здесь, как я и говорил, копейщики слились под натиском ударки. Ну, здесь я догоняю, догоняю его. Ему нужно, конечно, пехоту. Вот он бросает пехоту на помощь, но не успевает. И здесь тоже, тоже под натиском погибает последний огрызок. Тут, я думал, уже все дело сделано. То есть, кавалерии больше нет. Теперь стреляй, да. Натиски делай. Ну, натиски делать, правда, особо не осталось. У меня кавалерии уже маловато. Фессалейка, она быстро сливается. Мы их гоплитов что-то оставил. Зачем он? Это, наверное, недоконтроль какой-то. Он зачем-то выдернул из гоплитов, которых уже почти добил. Зачем? Непонятно. Вот здесь сейчас идет кайтинг. Убегающими луками. Конечно, очень важно мне убить генерала. И вот эти вот элитные. Где эти элитные? Вот элитный юнит. И вот здесь два элитных юнита. Вот это три юнита самых ключевых. А, ну, и еще мне нужно уничтожить стрелков. Я на них так и не дотянулся. Вот это, конечно, я не выполнил. Но клан так и не смог дотянуться к кавалерии до его стрелков. Он его очень хорошо копьями защищал. Да и Ян мало, конечно, кавалерийских сил на это пустил. То есть это моя ошибка была. Так бы мне было полегче. Если пихнем. А сейчас я трачу очень много боеприпасов, чтобы подстрелять этих бритонских прачников. Здесь огрызок моей Фессалейки. Сейчас такую самоубийственную атаку идет. Вот он врезается. Но ничего, это уже сливается тут, конечно. Итого у меня осталось две ударки. 44 человека. Тут 49. На две трети полных. И тут мне нужно вот это, конечно, очень много пехоты у него осталось. Пашти полный отряд этих средних мечей. Пашти полный генерал. Вот наконец-то замигали прачники. И вот эти, конечно, три отряда. Половинки все. Половинки и почти полный элитный. Очень много осталось пехоты. Я тут, конечно, не рассчитывал, что столько останется. Но, скорее всего, потому что я обычно играл против 12 пехот максимум. Здесь 14 пехот максимум. Это, конечно, отстрелять очень сложно. Еще вот столько боеприпасов тратится на этих прачников. Чтобы до них добраться, вот мне сейчас надо уничтожить копья эти. Вообще, нужно было мне вперед протаскивать. На этом турнире протаскивание вроде не запрещается, если повалил юнит. Но не стал я рисковать. Думал, нарушу, не нарушу, правила неизвестно. Ну, хотя бы копья увел. Тоже не зря я, конечно, влоплю-влоплю. Нужно поаккуратнее стрелять. Нужно, конечно, вот с флангов или сзади. А я в лоб лоплю. Они щитами, конечно, очень много парируют. Сейчас обгрызки этих прачников надо добить. Ну, тянет он свою пехоту сюда. Наконец-то последнего прачника добиваю. Очень много боеприпасов я потратил на него. Очень много. Наконец-то. И нужно, нужно теперь расстреливать, расстреливать. Вот юниты прежде всего этот. Этот. И вот этот. Это три элитных юнита. Хорошо, я поймал один его юнит на бегу. Прожал какие-то обилки. Шилдвол сумел включить. Это генерал его. Ну, ничего, уже ополовинил я его расстрелами и натисками. Вот хорошо сейчас под таким углом, когда стреляется. Видите, щиты у него с этой стороны остаются. И вот эта сторона не защищена щитами. Очень много выносится тогда при стрельбе. Не защищенный щитом стороны. Тает, тает, но медленно-медленно. Конечно, пришлось поставить броня тут. Броня тут 75. А на элитных тоже 75. Именно этих и на этих 75. Не решился я атаковать. По численности, конечно, я его превосхожу сильно. Но как только кончатся боеприпасы, это же все сольется на одном мече. По коробку он начинает строить. Я стараюсь лупить, куда я луплю. Эх, зря опять луплю в лоб. Конечно, здесь я... Не надо было мне торопиться. Надо было сделать так. Круг так, так вот сделать. И полукруг хотя бы. И расстреливать со всех сторон. Вот, хорошо в спину долбится. Но они еще не просажены. Не просажены. Вот один юнит ушел. Отлично. Но мало у меня остается уже боеприпасов. Большинство луков уже пустые. Тут я на самом деле начал задумываться. А смогу ли я довести этот бой до победного? Причем эти элитные юниты-то они не разбегутся по морали. Даже если Гену я убью. Здесь ему, конечно, нужно просто встать и не бегать. Вот так. Но я не знаю, что он пытается сделать. Надо было встать и стоять. Ну хотя бы если бы встал, то стоял. Спокойно бы расстреливал под нужными углами. Тут я зачем-то случайно бросил в атаку огрызок своих этих лучников. Удачный натиск. Сразу два юнита попадает у него. Но медленно они умирают. Медленно. Хорошо в спину пропили. Нет, уже не в спину. Наконец-то замигал генеральский юнит. Вот в спину долблю. Нет, куда он повернутый? Нет, он молодец. Ты сюда разоградовал. Я думал, он защищается от кавалерии. Тут можно было натиском пробить бы в спину. Конечно, вот повернулся. Гонять пытается он моих лучников не давать. Ты решил пробить хотя бы пустым луком, чтобы добить генерала. Вот, хорошо. Опять под углом. Все, конечно, они... Они этот свежий юнит. Этот уставший товарищ. Этот свежий тоже, ты посмотри. В бою почти не участвовал. Вот, хорошо, в спину попадает. Все в крови, да, товарищ? Да, в кровяки. Добить этого. Сейчас я праздниками по этому. По-моему, да, эти праздники даже... А, нет, они нормально. А, я решил ударкой поддержать. Ударку вытаскиваю. И сейчас спину этим ударю. То есть он, по-моему, меня перехватит. Да, я не стал рисковать, а чтобы меня перехватили. Да, лучники-то, конечно, они красники проиграют. Решил я вот этот юнит попридержать, чтобы разобраться с этими двумя. Вот всей этой массой навалиться. И разобраться с этими двумя юнитами. Атака с одной стороны и атака сразу с другом. Он, по-моему, стены щитов решил активировать. Нет, он решил активировать охоту за головами, чтобы не разбежался его юнит. И вот тут случайно я дал залп по своим коняшкам, конечно. В тыл этому прижатому. Здесь молодцы, мои прачники держатся. Уже все сливаются. Разобрался с этими двумя юнитами. И теперь раздвигаться, раздвигаться. Не дать этому натиск сделать. Мои припасов уже нету. Как вы сами понимаете. Поэтому все рукопашные. И сейчас не дать им стать спиной к спине. Не дать стать спиной к спине. Поэтому натиск в спину, натиск в спину. Удачно получилось. И сейчас надо чем-то сзади атаковать лучниками. Отлично, перехватываю. Ключевой момент, конечно, что я не дал у нас встать на месте спиной к спине. Даю я тут обилку. Увеличение защиты ближнего боя, чтобы подольше продержались. И здесь мне нужно ударить в спину. Что вот я вижу спину юнитов. Сквозь свои я не могу натиск делать. Не пройдет он. Зато тут должно получиться. А вот он разворачивает. Видит это, чтобы не в спину был. Но это уже как мертвому припарка. И последний его элитный меч сливается. На всякий случай я вывожу генерала, чтобы не умер. Не дай бог. Вот такая вот тяжелая-тяжелая победа. Ну, давайте посмотрим. Конечно, я не люблю это дело анализировать бой. Вот глядя на статистику юнитов. Потому что разные юниты несут разные функции. Не обязательно убить много, но быть ключевыми в бою. Ну, давайте посмотрим. Ну, здесь, конечно, ударка у меня должна много набить. Ну, вот элитная ударка генеральский юнит набила очень много. Фесалика. Ну, для Фесалики это все, что больше стат, для Фесалики приемлемо. В этом плане три юнита Фесалики свою роль выполнили. Ну, и вот как настреляли. То есть, какие-то вот эти отлично. Четыре из семи сыграло отлично. Здесь по луку, конечно, прошел натиск кавалерии. Поэтому он так мало набил. Ну, гоплиты, что, они должны были поддерживать кавалерийский бой. Да, тормозить продвижение. В принципе, они справились. Учитывая, что они бились против элитных мячей. А вот, на удивление, я сомниты. Они как-то очень быстро слились под элитными мячами и ценов. Я думал, они подольше продержатся. Вообще, я колебался брать сомнитских воинов или этрусских гоплитов. В следующий раз я попробую этрусских гоплитов. Может, они подольше продержатся. Потому что, сомниты, что-то быстро довольно слились. Ну, а что тут у и ценов? У и ценов, посмотрите. Вот она элита, с которой я мучился до конца. Выносил и вот она набила. Ну, этот генерал его немного набил. В рукопаш не участвовал. Я его усиленно расстреливал. Поэтому тут 119. Вот это, конечно, шикарно. 250 плюс на обоих, можно сказать. Ну, что-то у него раскрашенные их уничтожили быстро кавалерии. Ну, эти, наверное, свое набили. Не знаю, сколько они должны были набить. Тут еще сыграл. Вот, конечно, этот паразит. Прачник набил 98. Ну, и кавалерия, конечно, не хватило кавалерии и ценам. Ну, должно дать должное моему сопернику очень. Вначале, конечно, он был ошарашен кайтингом. Это пиро. Никто не ожидает кайтинг от Эппира. Но потом собрался и так очень эффективно не дал мне отступать. Под лавлю в одном месте кавалерии сделал натиск. В другом месте обошел с фланга. Так что, довольно интересный бой получился. До последнего солдата практически. Ну, а я завершаю мой обзор. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok